ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Я работаю поваром с 1978 года. Я закончила торговое кулинарное училище с отличием. Картошечка, морковочка, огурчик, лучок. Все это мы соединяем. Соединяем все мы сюда в тазик. Лучок тоже. И потом мы это все заправляем растительным маслом. Масло Федоровна Маслица. Соединяем. Вот такой у нас получается красивый салатик. Когда ты проходишь пост, то у тебя уже как бы и душа становится чище, и ты к людям уже по-другому как-то относишься. И нету вот такого гнева, раздражения вот такого вот. И как-то на мир уже по-другому смотришь. Стараюсь лишний раз не думать о плохом там. Мы сюда добавляем зеленушечки, зеленого лучку, чтобы у нас было лето. Смешаем все с лучком зеленым, с морковочкой. Красивый салатик такой у нас получился. Простой очень салатик получился. Вот. Ну и вкусный. Первая неделя, я так и называю, чистая неделя, да? Чистый понедельник, чистый вторник. Господь принял крещение и не пошел домой мамке похвастаться там или куда, а пошел в зеленую пустыню и сорок дней без еды и без воды был. Вот что дал Богу пост, Богу, которому не надо было поститься, он дьявол не мог его искусить. Никак сорок дней возле него там рядом. Тот молился, а тот рядом стоял, и искал момента. Пока он беседовал непрерывно с отцом, не мог его перевидеть от молитвы, отвлечь никак. Вот это нам урок, как нам надо молиться. Если будет бомбежка, мы должны пока не домолимся, должны не отвлекаться. Самой по себе пост без церковных служб, без общения с нашими священниками, которые это кладезь мудрости, это духовности, помощь, наша сила, наш отец Василий. И сколько мудрости, сколько соучастия помочь. Отец Иоанн моложе моих детей, я иногда себя чувствую перед ним, как ребенком. Это та помощь, которую мы получаем. Отец Алексий тоже. Это соучастие в жизни другого человека в наше время, это очень сложно найти. Когда ты ограничиваешь себя немножечко в идее, в каких-то развлечениях, ты начинаешь закалять, ты можешь ограничить себя в своих каких-то страстях нехороших. Первый пост у меня был печальный опыт, потому что мне так хотелось поститься по правилам, что я через три дня наторвалась, просто-напросто еле со службы ушла. Там батюшка мне объяснил, что без благословления сразу такой пост пройти нельзя. Поэтому надо совсем подходить с разумением, ведь христианская вера – это вера разумения. Здесь нельзя без разумения, без рассуждения делать что-либо. Если мы научимся рассуждать и доверять Богу, то все у нас будет хорошо. Надо будет просто посочувствовать, понять. И, конечно же, это как душевная сила, и тебе более проще душа станет. И как 40 дней без мяса, без рыбы. Ну, нормально. Берем листики салата, украшаем тарелочку. Красиво делаем, чтобы у нас все было красиво. Выкладываем салатик, вот так вот делаем. И кушаем потом. Все нужно делать как бы с душой. Тогда у нас все будет хорошо. Первая неделя – это строгая. Конечно, там и без масла идет. Но кто может, конечно, опять же, кто может. Сухоедение там первая неделя. И такое вот просто отварить, допустим, картошечку, огурчик съесть, яблочко там запечь. Сухарик у нас сушить с чесночком, солькой, с перчиком. Это лучше всяких эклеров и всяких сладостей. Потом уже можно приготовить и супчик сварить с грибами. Вот. Можно кто с маслом, кто без масла. Можно и щи сварить, пожалуйста, и со свежей капустой, и с квашеной капустой. И добавить грибочки, добавить посольку. Еда – это, наверное, на 99-м месте. Здесь, на первом, связь с Богом. Помех, чтобы не было. Расслабляться нельзя. В этом мире мы вообще не должны быть. Мы должны быть собраны всегда. Вот великий пост. Это, говорят, в то время тренировок. Показывает, Господи, вот как вот это. Так должно всегда быть. Всегда на чеку. Не делая глупостей всяких, которые приносят нам вред. Заранее начинают готовиться. Мы вот ходим в церковь по воскресеньям. Вот. Записались в воскресную школу при храме. Сегодня вот на вечернюю, завтра на исповедь, чтобы с чистой душой. Новая жизнь. Надеюсь, получится. Некоторые говорят, первую недельку попастимся, а потом можно вести обратный образ жизни. Но ведь это же тогда, может, так никогда не доплывем до другого берега, то есть до Пасхи. Но опять же, нам надо помнить, что мы простые, слабые люди. И мы можем оступаться. И мы можем падать. И у нас в Пасхе бывает падение. Ну, сорвался человек, ну что сделаешь? Нужно вставать, идти опять, опять, как бы, это самое, продолжать то же самое, не падать духом. Вот. Господь дает силы нам. Он дает нам силы на это. Я покажу, как вот можно приготовить постное блюдо, которое можно будет кушать. И не каждый день, конечно, а вот в субботу, воскресенье, постная похвала. Три стакана муки, один стакан воды теплой, добавляется туда 200 грамм масла подсолнечного, щепотка соли, щепотка соды. И замешиваем тесто. Замесили тесто, постояли, 10 минут оно постояло. Берем свое тесто прекрасное, пышное, красивое. Делим его на 4 части. Теперь берем каждую частичку, сворачиваем в шаричек такой и раскатываем, прямоугольничек. Раскатываем вот такие эти лепешечки. Оно тоненько должно у нас получиться. Я приготовила начиночку для этой похвалы. Значит, сюда идет стакан сахара и стакан грецких орехов. Предварительно их надо просушить или в духовке, или в микроволновке. И пропустить через мясорубку уже, или же так скалочкой раскатать. И добавить корицы сюда, пол чайной ложечки. Берем вот начиночку, посыпаем, посыпаем, посыпаем. Так, потом берем этот прямоугольничек и скатываем тихонечко в рулетик. И получился у нас вот такой красивый рулетик. Затем берем маслице, смазываем противень. Так, смазали. И кладем аккуратненько этот рулетик швом на противень. Вот так вот. В 90-е годы мы еще не знали, мы еще ходили в храм, еще как бы это, ну, старались, конечно, мясо не есть. Как бы старались, как бы в духовном плане больше читать книги духовные, книги святых отцов. Там пишется очень хорошо. И, конечно, уж как-то первое время получалось, как бы только первую неделю попаститься. Вот, уже вторую, как бы, уже, ну, там еще и здоровье, конечно, это. А уже и последнюю неделю вот так вот получалось. А потом потихоньку-потихоньку начинаешь как-то себя в чем-то ограничивать. Допустим, если, ну, в чем-то себя ограничивать. Допустим, если ты там любишь это, допустим, сладкое, конфеты там, сладкие булочки, это все. Вот не ешь этим постом. Значит, следующим постом ты что-то другое в себе в чем-то ограничишь. Вот эти рулетики, которые мы сделали, ставим в духовку при температуре 180 градусов на 30 минут. Вот, достаем похвалу, которую мы делали. Получилось румяное, красивое, замечательное. Вот, горяченькая такая. Вот такое похвала получилось. Видите, вот такая вот красавица. Режем вот на такие румяки, видите как? Стакан воды, стакан сахара. Это все кипятится. Когда это прокипело 10 минут, мы туда добавляем 2 столовые ложки меда, пол лимона, или же можно с лимона выдавить сок. Еще 5 минут провариваем это все, вот, и оставляем, чтобы оно остыло. Потом, когда достанем эти похвалу, порежем на ромбики и польем вот этим сиропом. Аккуратненько-аккуратненько поливаем похвалу кусочки. Вот так вот льем, льем, чтобы оно пропиталось. Вот, вкусные такие. И вот эту похвалу можно кушать, когда соберется вся семейка за столом. Можно к ужину подать, можно к завтраку подать, вот, и поговорить о чем-то интересном, прекрасном. Поговорить о Боге, поговорить о как день прошел, спросить у детей, вот, что-то подсказать, что-то рассказать. Екатерина Федоровна, попробуйте, что у нас за похвала получилось. Конечно, вкусно. Сейчас попробуем. У нас каждый раз получается по-разному. Вот. Одна и та же хозяйка, одни и те же руки. Ты уже продукты, варишь суп, тот несчастный, ты же щи. Получается по-разному. Два раза прямо оно такое, прямо. Ой, объедение. Прихожу на кухню, благословляю все четыре стороны, плитку свою благословлю столы, и благословлю Господа, прошу благословения, Божьей Матушке помощи всех святых. И начинаю работать. Все. Все, и надо молчать, молчать, кипит в другой раз. Знаете, как кипит в душе? Кипит. Вот наше смирение. Кипит, надо смирение. Вот тогда получится и вкусно. Вот это и вкусно будет, и душа будет спокойна. И все будет хорошо. Попробуем салатику, попробуем, что мы тут наготовили. Особенно морковочка сладенькая. Очень вкусно. И вкусно мариновали. Картошечки там или творю. Квас сделала сама там. На окнах лук выращивала зеленый. Это сделала, крошечку там. Ну когда что? Девки сказать, Федор, ну можно твой супу поесть. Ну мой-то никакой. Ну твой вкуснее, чем там вот на мясе, на всем. Шашлыки там кипят, жарятся, парятся. Или отбивные. Они скажут, не, мы твое поедим. Пока я там что-то делаю, прихожу, уже кастрюли пустые. Уже девки мои разломились, поели все. Допустим, в чем-то себе там ограничил, да? И уже как-то на душе легче становится. Ты себя чувствуешь, как бы вот порхаешь. И когда человек вот эти все недели пройдет в посту, вот, и тогда, когда наступает вот наш самый любимый праздник Пасха, воскресенье Христово, то он уже, у него радуется душа и тело. Когда мы постимся, когда мы постимся телом, наша душа очищается. Субтитры создавал DimaTorzok